Я родился в провинциальном городе Старица Тверской области и в силу там трагических обстоятельств. Наша семья приехала в город Тверь, где я поступил в школу и с 4 класса начал заниматься спортом, боксом в обществе «Динамо». Считаю, что я неплохо занимался, неплохо тренировался, потому что через две недели я уже стал серебряным призером среди юношей в обществе «Динамо». В общем-то мне бокс очень невероятно нравился. Когда я с молодцем 18 лет, я поступил в высшее учебное заведение, закончил его тоже успешно. Но вот как-то стал больше тяготеть к спортивной тематике, и пошел совсем по другому пути, то есть начал заниматься спортом. И все, что касается спорта. В 82 году я познакомился с системой. Такой интересный был опыт. Во-первых, мне это не очень нравилось. И я считал, что это не работает, это не очень эффективно. Но человек, который занимался и преподавал эту систему, в общем-то смог меня убедить в этом. Что представляет собой русское боевое искусство система таланов? Система – это, в первую очередь, наука о человеке. Меня она укупила тем, что это не агрессивная система, это то, что меняет полностью мировоззрение человека, то есть учит мыслить, думать и сам развиваться, в первую очередь. Интересные принципы в системе, то есть они основаны на дыхании, на движении, что немного важно. Многие почему-то не используют в работе другие системы. Вообще к другим системам я отношусь очень позитивно. Система не агрессивная и не разрушает человека как личность. Еще интересно тем, что здесь помимо технических аспектов, изучения каких-то там навыков, приобретения навыков, большое внимание уделяется психологии, психологии взаимоотношений. Здесь очень много моделей различных ситуаций в тренировке, которые в принципе потом переносятся, ну можно проводить аналогии, то есть переносятся в социум, как реакция на какие-то там ситуации, на стрессовые ситуации. То есть все очень взаимосвязано. Иногда так бывает, что человек на тренировке, на обыкновенной тренировке позанимался, не в системе где-то, но позанимался там для тонуса, вышел из зала, в общем-то у него совсем другая жизнь. То есть в такой отделении есть тренировочный процесс и процесс такой в жизни. Здесь, наверное, все немножко не так. Здесь приобретенные навыки в системе, они перекладываются на нашу жизнь, на нашу жизнь в социуме. Это тоже очень интересно или необычно, скажем так. В системе, в отличие от ряда других школ, могут заниматься женщины, на что он направлен на программу по женской самообороне. У многих, у многих женщин есть такой стереотип, когда говорят о самообороне, у них вообще стереотип такой, что они должны так же делать, как мужчины. Вот они видят, да, вот везде рекламы, да, что они должны бить, быть сильные, ловкие, смелые. Вот. Здесь немножко не так. То есть мы должны учитывать женскую физиологию, да, их психологию, да, вообще их, ну и вообще общую подготовку, да. Вот. Поэтому на наших занятиях, наверное, мы будем уделять больше вопросам именно психологии, да. То есть если взять за 100% всех занятий, да, то есть есть технический аспект, а есть психологический, да. То есть, наверное, психологическому аспекту будет уделяться больше внимания. Вот. Почему? Потому что, ну, исходя из женской психологии, да, то есть мы понимаем, что женщина натура тонкая очень, да, то есть очень чувствительная, да, то есть и когда, то есть мы должны создать, научить женщину дать ей такие механизмы, с помощью которых она может выйти достойно из какой-то ситуации, да, то есть чтобы это было на уровне, в принципе, на уровне рефлексов даже, да. Причем выходить из этих ситуаций она должна не только, там, с какими-то стандартными методами, да, то есть в большей степени, наверное, нестандартными какими-то, да, нестандартными решениями, вот. Что касается технического аспекта, наверное, здесь больше предлагается работа вот именно за счет движения, вот выигрывать за счет движения, да, за счет правильного движения, вот, потому что, ну, мало кто из женщин будет драться кулаками, там, да, и, да, и носить удары, понятно, что всегда есть, любая женщина хочет дистанцироваться всегда от стресса, от насилия, вот. Причем мы бы разбирать ситуацию не только насилие, там, на улице, да, то есть насилие, там, я не знаю, на работе, насилие дома, да, то есть будем рассматривать все ситуации с точки зрения психологии, да, почему они возникают, как избежать их ситуации, да, то есть как вести себя в этой ситуации, да, если она произошла, вот, и... Наверное, ну, это интересно будет все. Сколько времени требуется человеку, чтобы, занимаясь, перебороть свои страхи и обрести спокойствие и уверенность? Понятно, что все очень индивидуально, да, то есть мы должны это понимать, да, но есть... Мы всегда говорим, что есть два механизма, да, с помощью которых можно контролировать страх, да, то есть или какие-то эмоции, там, или возвращаться к адекватному состоянию к своему, да, то есть мы говорим, это дыхание, дыхание и движение, потому что мысленными процессами иногда, ну, невероятно сложно это сделать, сказать, что мне не страшно, там, или не боюсь, да, то есть это, ну, я не знаю, потому что единицы в мире это могут делать, вот. Вообще есть механизм, который, которым мы должны наделить, да, девушку или, там, мужчину, неважно кого, да, вот, с помощью которого, с помощью этого механизма они могут быстро себя привести к адекватному состоянию. Но для этого, да, должны быть практики определенные, да, то есть мы должны научить их это делать, да, то есть научить понимать, да, чтобы они понимали, как это работает, что происходит, да, то есть, ну, таким методом. Ну и плюс обязательно это должно быть, должна быть модель ситуации, которая близка к реальной ситуации, да, то есть, чтобы посмотреть, как в этой модели меняется их поведение, да, то есть меняется их психикой, то есть, как они реагируют на эту модель. У вас большой опыт работы за рубежом, в Англии, Франции, где ваша школа очень популярна. Существует ли разница восприятия материала иностранцами и русскими? У иностранной публики вообще такой повышенный интерес, не такой, ну, к российским каким-то системам, да, к русским единоборствам, ко всем, вот, к нашим традициям повышенный интерес. К сожалению, вот у нас в России почему-то не такой повышенный интерес. Он есть, конечно, но не в той степени, как хотелось бы, да, вот, но, тем не менее, я думаю, что это, наверное, связано еще, в первую очередь, с подачей материала, наверное, да, с качеством подачи материала, вот, а так, чем отличаются, я думаю, что, наверное, дисциплиной, вот, это везде, во всех видах спорта, я так полагаю, что иностранцы, они более дисциплинированные, чем российские спортсмены, там, да, учитывая все какие-то такие вот, ну, положительные там качества и отрицательные, все равно, да, мы должны работать с разными людьми, да, и понимать, вот, я очень хорошо понимаю русский менталитет, как бы, да, и поэтому с учетом русского менталитета, да, мы проводим тренировки, то есть это ребята, которые желают более реальных моментов, да, то есть они хотят быть близкими к реальной ситуации, да, то есть очень, вот, да, вот, иностранцы, они, может быть, более осторожные, там, более практичные, вот. Есть ли яркие примеры из жизни ваших учеников, когда система помогла им спасти свою жизнь? Таких историй много, и есть ребята, которые, ну, воевали, да, вот, ну, кто проходил военную службу, и, ну, вот, они рассказывали, что благодаря системе, да, это происходило, вот, ну, вот, в первую очередь, конечно, люди, занимаясь системой, они приобретают совсем другое качество в теле, да, вот, соответственно, и совсем другая психика, да, то есть мы знаем, что наше тело, чем больше оно имеет степени свободы, тем наша нервная система, она такая становится более пластичной, наверное, да, то есть менее восприимчивая каким-то ситуациям стрессовым, да, вот, мы все знаем, что первая наша реакция, ну, нормального человека, как бы, да, это всегда такая вот эмоциональная, эмоциональный ответ, да, на что-либо, да, вот, а потом мы глубоко жалеем о том, что мы сказали или что сделали, вот, так вот, имея такие навыки, многих ребят как раз приходилось избегать от этих ситуаций, то есть они адекватно поступали, ну, и, в общем-то, поступки были адекватные, не приходилось жалеть за это, вот, а так, ну, не знаю, сходу я сразу же, сложно не вспомнить, какие ситуации имеют, да, вот, я могу сказать, что вот моя жена, например, рожала, ну, вот, мы готовились к родам, да, это были сложные, ну, 17 часов, да, роды длились, вот, и вот имея навыки, именно дыхательные навыки, да, то есть мы еще вспомнили, да, то есть она включила дыхание, вот, ей невероятно помогло. В сравнении с другими единоборствами система универсальна. Ей можно заниматься человеку с любой физической и психологической подготовкой. Слава универсальна тем, что могут заниматься любить любого возраста, любой, как бы, ну, любой физической кондицией, да. Здесь есть тоже нагрузки, да, физические, но они правильные, да, то есть мы с вами знаем, что есть очень силовые, динамичные, да, тренировки, да, вот, ну, мы тоже исходим из того, что какой состав людей, когда мы приходим в трёхку, мы видим, да, какие студенты, да, сегодня пришли, мы смотрим на их психоэмоциональное состояние, да, вообще на их физическое состояние, ну, вот, исходя из этого строим нагрузку, вот, но у нас занимаются разного возраста люди, ну, вот, и есть такие уже, которым за 60, да, вот. Основная идея наделить людей, наверное, свободой в теле, в первую очередь, убрать ненужные напряжения, которые они накопили в течение всей своей жизни, там, они связаны напряжение не только с деятельностью, да, с какой-то там физической, там, да, или психоэмоциональной, то есть у кого-то были травмы, там, да, у кого-то были какие-то операции, там, ещё что-то, вот, поэтому основная идея такая, чтобы человеку дать больше свободы в теле, да, как только появляется свобода в теле, поэтому у него сразу появляется такой творческий процесс в самой работе, да, то есть вот, здесь нет приёмов, да, вот, в системе нет приёмов, здесь есть принципы, на которых строится работа, вот, исходя из телосложения, там, да, из физической подготовленности, да, из понимания, поэтому, наверное, в этом есть доступность такая, да, и есть динамика в развитии. Экзамены для инструкторов системы очень сложные. Почему? Мы не переживаем за качество вообще нашей школы, да, за качество инструкторов и преподавания. Вот, ну, выработали некую методику такую, да, которая позволяет повысить это качество, вот, и у нас такой лозунг, пусть у нас будет меньше, но лучше, да, это, я считаю, что это правильно. Почему? Потому что от качества инструктора, от качества преподавания будет зависеть от качества обучающихся, правильно? Вот, поэтому у нас есть два курса подготовки инструкторов, то есть есть курс первый, он базовый, есть, на котором мы рассказываем основы системы, они всё это прорабатывают, они живут в этом, то есть мы, как правило, проводим эти курсы в закрытых, на закрытых территориях, там, чтобы они целыми днями находились, об этом думали, работали в этом, находились в этом процессе постоянно, вообще не тоже, вот, второй курс, он посложнее, второй курс, причем на каждый курс, они сдают тестирование все, то есть в день там по 7-8 тестов в день они сдают, вот, обязательно видеоанализ тестов, вот, плюс второй курс, это более сложный курс для студентов, то есть там больше нагрузки и больше теории, вот, там уже, наверное, ведутся разговоры о том, что, как преподавать, ну, вот, по каким критериям мы оцениваем вообще, ну, инструктора, да, вот, что важно, на что важно обращать внимание, да, вот, и потом мы даем некоторое время для подготовки, это вот до полугода где-то, да, то есть они занимаются со своими группами, вот, и потом заявляются на экзамен, вот, экзамен мы принимаем коллегиально, то есть несколько инструкторов принимают экзамен, ставят оценки, то есть экзамен выглядит следующим образом, они берут билет, где заявлено на тему тренировки, проводят тренировку с группой студентов, которые, в которой есть и подготовленные люди, и неподготовленные, да, им дается ровночасно проведение тренировки, вот, они проводят тренировку по заявленной теме, потом они 12 минут работают, 12 минут работают, 2 минут работают против палки, потом 2 минут против ножа, против цепи, против человека, который на них попадает с ударной техникой, против борца и против нескольких оппонентов, в общем, такая сложная работа, она идет непрерывно, без отдыха, то есть это занимает 12 минут, вот, и вот по итогам, по итогам проделанной работы, мы вставляем оценку, вот, то есть там суммируются баллы, вот, студент должен набрать определенное количество баллов, чтобы пройти и стать инструктором. Ну, хочу сказать, что у нас последний экзамен был, на последний экзамен было заявлено 7 инструкторов, но задал только один инструктор, последний экзамен был сложный, ну, вообще, сам себе сложный, это такая больше психо-национальная нагрузка, вот, очень сложная, то есть вот по таким, вот, в таких критериях. Ну, мы оцениваем обязательно, это коммуникация, да, то есть коммуникация инструктора со студентами, да, это логика в занятиях, да, то есть это насколько правильно методически преподает, насколько правильно студент усваивает и понимает, о чем он говорит, да, вот, то есть это очень важно. А вот все остальные параметры, конечно, он должен уметь работать, он должен уметь работу показать. Были студенты, которые великолепно показали работу, но не было этой коммуникации, не было понимания и правильного объяснения. Какие цели ставите перед собой на ближайшее время? Вообще цель такая, мне бы хотелось развивать школу, чтобы она развивалась, чтобы она развивалась успешно, чтобы она была доступна для всех. И в первую очередь хотелось бы развивать ее в России, потому что, на мой взгляд, в России это очень мало представлено и плохо представлено вообще. Есть какие-то кусочки, отдельные фрагменты, мы хотим, чтобы это было во всех регионах нашей страны, люди могли заниматься и успешно заниматься. Потому что, наверное, то, что мы делаем, это помогает не только для саморазвития, это еще и большая помощь в спорте, мы же тоже работаем со спортсменами, поэтому используем все эти принципы, которые проходят без интернета. Редактор субтитров А.Семкин